И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. И сегодня у нас хорошая погода, я решил записать небольшой ролик. Поделюсь новостями в Японии, что сейчас происходит, ну и вообще в целом в моих планах. На данный момент в Токио, в Киото, в Осаке продлили до 11 числа статус emergency. И немного даже его усилили в связи с, ну сами знаете, чем, как это отразилось на жителях. В данный момент в Токио, в Киото и в Осаке они обязались закрыть все торговые центры, места массового скопления людей, какие-либо там мероприятия отменили все. В парки можно приходить, но собираться больше двух человек нельзя. То есть получается, просто погулять по парку можно, а вот если посидеть хотите там где-то, то нельзя. Из-за этого на золотую неделю те, кто живут вот в этих городах, Токио, Киото, в Осаке, скорее всего поедут в другие города, а именно куда-нибудь Сайтаму, Чибу, Канагаву, ближайшие города, там где нету такого жесткого положения, как у них. Благо я живу в Канагаве, это в городе Кавасаки. У нас нормально с этим делом. Все торговые центры и парки, все работает, можно спокойно приходить, отдыхать. Барбекю-площадки единственное только закрыты, но это ничего страшного, потому что можно поехать куда-нибудь на природу и отдохнуть там. Не обязательно ехать на барбекю-площадку. Можно где-нибудь пожарить около реки, там где не оборудованная площадка есть. В этом проблем вообще никаких нет. Что у нас еще поменялось? Ну, на данный момент мне вот в этом году нужно проходить техосмотр по двум моим байкам. Это по черному и по синему. На булеварде я буду проходить сам техосмотр, а на синем я сам пройти не смогу, потому что там фара не соответствует тем заявленным требованиям, которые предъявляются для прохождения техосмотра. Из-за этого придется воспользоваться услугами фирмы. Услуги фирмы стоят, ну, прилично так, в районе где-то 60-70 тысяч, если через фирму проходить. Если же самому проходить, то примерно 20-30 тысяч где-то стоит так. То есть разница почти в два раза. Но в фирме они устанавливают другую оптику, другую фару, и с этой фары можно уже пройти спокойный техосмотр. При этом они сами отвозят и привозят на машине этот мотоцикл. Поэтому вы просто привозите его, его там подготавливают, делают все необходимые настройки, смотрят, если что-то надо поменять, меняют. И потом отвозят, проходят техосмотр и возвращают обратно. Ну, вот такая примерно процедура. И для всех байков, которые выше 250 кубов, она обязательна. Те байки, которые ниже 250 кубов, она не обязательна. Поэтому можно не париться, если у вас какой-то скутер там или небольшая малокубатурная техника. Теперь, что касается планов. Я планировал съездить на этот Golden Week куда-нибудь на природу. Но, как вы видите, постоянные тучки, постоянные дожди, погода не очень. И я не знаю, какая будет на Golden Week. Возможно, будет такая же, а может быть и получше, конечно. Будем надеяться, но все-таки, как бы, хотелось бы, чтобы солнечно было и неохота мокнуть под дождем. В Японии, кстати, уже достаточно теплая погода. Не надо никаких курток, ничего одевать. Примерно 25-27 градусов днем и где-то около 20 градусов ночью. Ну, стандартная такая летняя погода, как в России. Да, немного вернемся к теме вакцинации. В Японии пока что она, скажем так, по записи и только для тех людей, к тому выше 80 лет. Там 80-85, а тем, кому меньше, пока не делают. И та вакцина, которую они хотели изначально, она что-то не очень была. И поэтому они отказались. Из-за этого сейчас они ищут другие вакцины у других стран. Возможно, наши тоже, вот, типа, спутника или еще другие там вакцины тоже будут здесь применяться. И тогда мы сможем нормальную вакцину поставить. Но на данный момент пока что невозможно это сделать. По поводу туристов и тех, кто приезжает сюда по учебе. На данный момент из-за ЧАЭС здесь все закрыто. Все так же из-за границы имеется в виду. Если вы не живете здесь и если у вас нет приглашения от работодателя на работу, то вы не сможете сюда приехать как турист или как студент. Возможно, в будущем что-то поменяется. Но пока что эти все ЧАЭС, оно продляется. И когда это кончится, неизвестно. Я бы сам хотел давно уже куда-нибудь съесть. Потому что три года никуда не выезжал. С 2018 года, вот, последний раз ездил в Россию. И после этого не могу никуда выехать. Потому что нужно, даже если я уеду куда-то и обратно вернусь, нужно будет две недели ждать потом в этом отеле сидеть. А такой длинный отпуск ни в одной японской компании никто не даст. Поэтому это невозможно сделать на данный момент. Ну, будем ждать улучшений каких-то. Возможно, в будущем что-то поменяется. Тоже хотел сказать еще по поводу возврата налогов. Именно подоходного налога, который люди выплачивают. А этот налог можно вернуть частично. Примерно 1%. Да, 1% вы можете вернуть. В случае, если вы заплатили за лечение или за какие-либо услуги свыше 100 тысяч йен. То есть, если вы заплатили свыше 100 тысяч йен, вы можете собрать все вот эти чеки, что вы тратились. Подать все бумаги вместе с чеками. Местный налоговый офис. И там они вам начислят определенную сумму. Ну, я сказал, примерно 1% они начисляют. То есть, если у вас, например, было 100 тысяч, да? Вот вы 100 тысяч потратили, да? И вы подаете на возврат налога, вам тысячу вернут. Ну, не такие большие деньги, если вам как бы это несложно, и времени это особо, ну, не занимает. Там примерно около часа где-то так. Если у вас все чеки с собой, конечно. Примерно час где-то занимаются, заполнение там, это очередь и все дела. Но если же там большая очередь, и у вас и такие небольшие деньги, ну, тут уж сами решайте, надо вам это или нет. В данный момент я смотрю сейчас, какие места открыты и куда можно съездить. Но пока что, пока что в ближайшие дни, ну, возможно, вот на Golden Week постараюсь куда-нибудь съездить и записать хорошее интересное видео для вас, типа покатушек и с природой, и с разных мест интересных. Потому что давно не было таких видео на канале. Все в основном какие-то информационные или познавательные. Поэтому будет и видео такие покатушки на мотоцикле по хорошим, красивым местам. Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и стримы о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.